Как мы знаем, наречие это постоянно пополняемая часть речи. Многие имена существительные и количественные числительные со временем превратились в наречие. Различить амонимичные части речи помогает написание. Наречие обычно пишется слитно, созвучные им существительные раздельно. Такое написание вполне логично, потому что существительное употреблено с предлогом, которое является отдельным словом, а значит и пишется раздельно. Наречие же включает в свой состав приставку, то есть часть слова, поэтому пишется слитно. Есть несколько приемов, которые помогают отличить существительные от похожих на них наречий. Один прием – найти зависимое слово. У наречия зависимых слов нет. У существительного зависимым словом будет другое существительное, прилагательное или местоимение. Другой прием – попробовать поставить словосочетание в начальную форму, то есть форму именительного падежа единственного числа. В словосочетании с именем существительным исчезнет предлог. Словосочетание с наречием изменить таким способом мы не сможем. Зато мы сможем заменить наречие другим синонимичным наречием. Это еще один прием проверки написания. Правило слитного написания с приставкой работает для большинства наречий. Но некоторые наречия придется запомнить. По сложившейся в языке традиции они пишутся с приставкой раздельно. Такие наречия являются словарными словами. Их краткий список есть в вашем учебнике. Написание наречий, образованных от существительных или количественных числительных, лучше всего проверять, пользуясь орфографическим словарем.